Моя ночная тишина Путь молчит, лишь дышат времени борозды Я потеряла след ночи, и курс мой изменили звезды Я пришел... Почему вы пропали? Вы же меня сами выгнали Я был не прав. Простите меня Да что вы! Снова? Вот так вот взять и простить? Послушайте, наш с вами конфликт он не должен отражаться на Наташе А вы называете это конфликтом? Да называйте как хотите, черт возьми, но не мучайте мою дочь Наташа ни в чем не виновата А вы? Я виноват Я виноват в том, что тогда отпустил вашу жену домой Я настаивал на госпитализации, но она наотрез отказалась Хотя знал Вы обещали, что все будет хорошо Обещали, но в нужный момент вас не оказалось на месте Я просто приехал позже, но даже если бы я, я все равно не смог бы ей помочь Врете! Вы не подошли к телефону ни разу А Оля верила вам до последней секунды Верила Да я же не в… Я просто врач И я уже объяснил вам в чем моя вина Александр Наташа Вас очень любит И очень страдает И вам очень больно за этим наблюдать, да? Надеюсь, теперь вы понимаете, что испытал я, когда потерял семью Значит, все это не случайность? Вы специально познакомились с Наташей, чтобы отомстить мне? Да Да Чтобы отомстить вам Только еще не придумал как А вы не ломайте больше голову У вас это отлично получилось И, кстати, передайте еще вашей дочери, что мне не нравится рэп Я люблю джаз Какой же ты негодяй Да Наташка Да, Лиля, привет Я к Димке переехала Мы теперь вместе Вот порядок навела Занавески новые повесила Ну, не знаю, вдруг маме его не понравится Она в отпуск должна приехать Но, с другой стороны, это ведь нам жить, правда? Ужин приготовила Жду Димке нравится Он говорит, что ему со мной спокойно, очень уютно Татка А как там твой Саша? Алло Ты меня слышишь? Слышу Только я очень занята, извини Алло Никогда больше не прикасайся ко мне Никогда Татка Родная Пожалуйста, успокойся Я не могу успокоиться Я никогда не успокоюсь Потому что ты разрушил мою жизнь Наташа, послушай, все совсем не так Нет, папа, все именно так Что ты сказал человеку, что он за две минуты отказался от меня? Папа, что? Даже если бы я не сказал ему ни единого слова Он все равно поступил бы точно так же Я не понимаю Назови мне хоть одну причину, по которой бы он бросил меня Хоть одну Он не любит тебя, девочка Да, да откуда же ты знаешь Да он любит меня Я это чувствую Я это чувствую Каждая клеточка своего тела Ты понимаешь? Он хочет отомстить Мне отомстить Его жена умерла во время родов У меня в центре И я не смог спасти ни ее Ни ребенка Она отказалась от стационара А когда ей стало плохо А когда ей стало плохо И он привез ее Было уже поздно Ребенок был уже мертв Девочка У матери не выдержало сердце Вот это ты виноват Объективно нет Нет Субъективно Не важно Мой грех Это произошло год назад А сейчас он решил мстить Он познакомился с тобой, чтобы подобраться ко мне Ну, кстати, почему ты велел передать, что Любит джаз и терпеть не может Рэп, что ли? Прости, я очень не хочу спать ПЕЧАЛЬНАЯ МУЗЫКА ПЕЧАЛЬНАЯ МУЗЫКА ПЕЧАЛЬНАЯ МУЗЫКА Вот так, дружище ПЕЧАЛЬНАЯ МУЗЫКА Татка Рэп, доченька Тат Ты слышишь меня? Ну-ка, давай Татка Ты слышишь меня, Тат? Слышишь? Тата Дочь Татка Слышишь меня? ПЕЧАЛЬНАЯ МУЗЫКА ПЕЧАЛЬНАЯ МУЗЫКА ПЕЧАЛЬНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Татка... Дурочка... Он не стоит ни одного твоей слезинки... Не надо... Всё хорошо... Вот и умница... Папа... У меня ребёнок будет... Не сказали... Через день-другой... Заберу тебя к себе в центр... Обследуем... И тогда всё решим... Ну... Эта девочка будет... Татка... 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 КОНЕЦ 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 Мам! 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 Доброе утро, девочки. Как дела? Ольга Константиновна, а папа не вернулся? Пока нет, к сожалению. Слушайте, что же за командировка такая? Ну, так всё быстро произошло с тем оборудованием, и ему срочно нужно было вылетать. Он и успел к тебе затянув, а вы с малышкой так сладко спали, не решился будить. Ну, и что, он на Северном полюсе, там нет мобильных? Роуминг дорогой. Деньги на телефоне и закончились. Сама понимаешь. Нет, не понимаю. Мужчины, они у нас такие рассеянные. К чему вы сладки? А где Никитинка? Ирина? Она в отпуске, а что? Так просто. Как назовёшь, красавица, решила? У-у-у. Ну что, собирайтесь домой. Я ей сейчас кого-нибудь из сестричек пришлю — помогут. Растите, а не болейте. А что я должна была ей говорить? Ну да. Она и так сама не своя. А у меня уже фантазии не хватает, что и соврать. Может, ему легче станет. Там и встать сможем. Да. Чудеса только в сказках. После такого обширного инфаркта никто не встаёт. Здрасьте. Павел Андреевич, он же такой крепкий мужик. На сердце никогда не жаловаться. Это мой мужик до сих пор. Хотя, какой там мужик? А-а-а-а! А-а-а! 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 Александр Иванович! Это твой ребёнок, то есть он мой, и я бы никогда не пришла, но папа в реанимацию, и мне не с кем оставить дочку. Здесь всё, что нужно, документы в кармашке. На банке со смесью написано, как готовить и сколько раз кормить. У меня, правда, нет другого выхода. А как её зовут? Пока не знаю. Александр Иванович, что это? Ребёнок. Я вижу. Чей ребёнок? Почему вы держите его на руках? Где вы, мама? Мама? Мама к отцу в больницу поехала, а девочку оставить не с кем. Александр Иванович, взрослый человек, кандидат наук. Развели вас, как подростка. То есть? Подкинули вам ребёнка. Неужели непонятно? Нет. Нужно отнести его в полицию. Там знать, что делать в таких случаях. Пойдёмте. Нет. Что нет? Не надо в полицию. Нормально. Нормально. Куда? Это, к папе. Курсунову. Шестая палата. А-а-а. Напомнилась, молодёжь. Так. Что же мне с тобой делать-то, а? Может, тебе жарко? Жарко? Так. Вот так. Ну, давай переоденемся. Что нам тут дали-то? Что вас переодевают? Стоп. Сейчас. Кажется, мы с тобой спасены. Слушай, мы с тобой не просто спасены. Мы победили. Тут всё по порядку. Зарядка, кормление, одежда. Шестьдесят четыре. Так. Так. Это не то. Это не то. Нет, это не то. Ну… Похоже? Похоже. А ты в нас сомневалась. Ну, что? Давай переодеваться, Верунь. Да. Точно. Верунчик. Вера. Верочка. Верушка. Точно. Татка. 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 Папа. Как же ты меня напугал, а? Ну, теперь всё хорошо будет? Всё хорошо будет. Ты прости меня, дочь. Папуль. Я тебя так люблю. Это хорошо. Всё вернётся. Что вернётся? М? Папа? Татка. Ой, молодец. Анна Михайловна, вы нас простите, мы тут уж начали… Кушайте, кушайте. Я подожду. А где ваша мамочка? Делами занимается. Повезло вашей жене. Угу. Так, документы. Какие документы? Мамину справку из роддома давайте. А… Сейчас, кажется, в сумке. Так, Верун, прости. Сейчас, сейчас, сейчас. Это? Ну, да. Так, фамилия? Что? Фамилия, имя, отчество девочки. Мальцева Вера Александровна. Павел Андреевич Курсунов дома? Нет. А когда он умерет? А он умер. Извините, а вы кто? Я его дочь. Тогда мы к вам. А вы кто? Судебный пристав Сосоев. Разрешите пройти? Ваш отец, Курсунов Павел Андреевич. Угу. Взял кредит в первом городском банке на приобретение медицинского оборудования. В залог была оформлена эта квартира. Кредит? Да. Вот документы. Если кредит не будет погашен в сроки, указанные в договоре, квартира станет собственностью банка. Времени осталось очень мало. Желаю вам решить эту проблему как можно скорее. Всего доброго. Всего доброго. Добрый день, Александр Иванович. Привет. Ну, заходи. Проходи. Видишь, какие мы уже больши. Верунь, познакомься. Это Татьяна. Моя умная и красивая аспирантка. Стоп. Ты руки не мыла. Здесь все материалы для статьи. Отпуск за свой счет вам подписали. Но декан сказал, что ждет от вас третью главу докторской. Слыхала, Вера? Третью главу от нас ждут. Ой. Танюш, не знаю. У меня теперь вот моя диссертация. Александр Иванович? Я даже не знаю, что вам сказать. Танюш, ну не знаешь и не говори. Спасибо, я все понял. Танюш, ты прости, мне ее укладывать пора. Захлопнешь дверь сама? Конечно. Вот так. Пойдем. Вот так. Вот так. А что, Веруша? Может правда? Психонем? Допишем этот диссер всем назло? А? Только чур помогать, хорошо? Ну, ты, Паша, Паша, голова горит. А я ведь двадцать раз спрашивал, откуда деньги? Ну, ты ж знаешь свою батюшку? Все нормально. Я сам все решу. Выкрутимся. Вот и выкрутились. Петр Федорович, я не знаю, что мне делать. Ну, во-первых, ты не паникуй. Да я не паникуй. Я просто не знаю. А во-вторых, я проконсультируюсь с хорошим адвокатом. У меня такое есть. Этого не может быть, что взять и выселить человека, который вообще ни снов, ни духом. Я не совладелица квартиры. Опа. Надо подумать. Знаешь, понимаешь, даже если весь персонал центра отдаст все свои заначки, все равно такой суммы не собрать. Спасибо, Петр Федорович. Этого не надо делать. Я как-нибудь сама. Наташа. Ты, если что, звони. Как дочка. Нормально. Петр Федорович. Иду. Твою дивизию. Паша, что ж ты натворил? Поехали. Водитель автомобиля Н-160МА. Примите вправо и остановитесь. Водитель автомобиля Н-160МА. Примите вправо и остановитесь. Лейтенант Кузнецов, ваши документы. Здравствуйте. Простите, я виновата. Я готова заплатить штраф. Сколько? Будьте добры, выйдите из машины. Можно ключи? Товарищ эстенант, я виновата. Давайте я вам на месте заплачу, пожалуйста. Девушка, согласно предписанию суда, мы должны припроводить вашу машину на штрафплощадку. Заберите, пожалуйста, личные вещи из машины. А какого суда? За вашу машину не выплачен кредит. Срок выплаты истек. С клиентом Курсуновым банк связаться не может. Так что извините. Папа умер, я ничего не знала. Сочувствую, но у нас предписание. Но вы не расстраивайтесь так. Найдите деньги, а машина пока постоит на штрафплощадке. Вызывай эвакуатор. Вам вызвать такси? Нет, спасибо, я сама. Вот, добавим мы ромашки, чтобы что-то там кудряшки. Нравятся тебе мои стихи, Вера? Мой дождище. А нам не страшно, нам тепло. Хорошо. На два градуса больше. Придется подождать. Это кто к нам так поздно? Пойдем посмотрим. Проходи быстрее, сквозняк. Держи. Вытирайся, грейся. У нас вода станет нам купаться. Пора. Вот, вот так. Вот как хорошо. Ай, какая водичка. Ай, какая водичка ласковая. Какая нежная. Ай, как хорошо. Какая ты у меня уже выросла. Что, тесно? Тесно тебе в этом корыте, принцесса. Ничего. Ничего. Скоро мы с тобой в бассейн начнем ходить. Да, большой бассейн. Станешь у меня золотой рыбкой. Да. Ой, как хорошо. Ай, как хорошо. На головку мы польем. Молочка потом попьем. Молочка потом попьем. Сладко-сладко мы уснем. Прости, я наследила. Ничего страшного. Зачем пришла? Я пока не могу забрать свою дочь. А Верочку я тебе не отдам. Верочку. 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 Мальцева. Вера Александровна. Моя дочь. Это еще один способ мести. Ты, ты хочешь меня добить. Я никого не хочу добивать. Я забочусь о своем ребенке. Это мой ребенок. Зачем она тебе? Ты даже не посмотрела на нее, когда пришла. Нам хорошо с ней. Вдвоем. И я никому не позволю это разрушать. А меня разрушать можно? А я уже погибала из-за тебя. Наглоталась таблеток и еле спасли. Потом хотела сделать аборт. А сейчас вот папа умер. И все это из-за тебя. Как умер? Сердце не выдержало. У него здорового взрослого мужика не выдержало сердце. Соболезную. Соболезнуешь? Ну ты же о чем-то таком мечтал. Ошибаешься. Я мечтал о том, чтобы был мир во всем мире. Ты страшный человек. Обычный человек. Человек, которому разрушили жизнь. Вот так просто, походя не заметив. И ты то же самое хочешь делать со мной. Так получилось. Ну как? Тебе легче стало? Вот сухие вещи, чай горячий. Если хочешь ложись в моей комнате. Я лягу в детской. Завтра поговорим. Субтитры создавал DimaTorzok 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 КОНЕЦ Я вызову тебе такси. Чай, кофе? Всё равно. Так, я не помню номер твоего дома. Улицу помню, дом нет. У меня нет дома. В смысле? Банк забирает за долги. Хотя я дел кризис, чтобы оплатить новое оборудование для своего центра, под залог квартиры, погасить не успел. Можно я? Так, я не смею. Усталять. Это надо было. Здесь надо делать куда-то. У меня к тебе деловое предложение, тебе нужно где-то жить, а ребёнку нужна мама. Нет, я тебя никогда не прощу. Мне это не нужно. Главное, чтобы Верочке было хорошо. Детская в полном вашем распоряжении, у меня отпуск скоро заканчивается и студенты ждут. Так что давай, перевози вещи. Давай. Ты зачем сама коляску поднимаешь? Ну, а что делать, ребёнка кормить надо. Взяла бы Верочку, коляску внизу оставила, я потом бы занёс. Я так часто делаю. Что у вас нового? Спали три часа, а сколько гуляли, столько и спали. А ещё Верочка меня уже узнаёт. Правда? Наташа, я знаю, сколько всего свалилось на твою голову. Понимаю, как тебе нелегко. Ну, может, всё-таки не стоит забирать документы. У тебя все задатки стать хорошим врачом. И потом в память о твоём отце я просто обязан подумать о твоём будущем. Уверен, квалификационная комиссия тебя легко восстановит. И ректор пойдёт нам навстречу. Спасибо вам, но я пока ничего не знаю. Всё образуется. Девочка подрастёт, боль утихнет. И Наталья Курсунова станет отличным педиатром. Возможно, вы правы. Но мне нужно подумать. Хорошо. У тебя две недели на подумать. В этой лаборатории просто нечем мешать. Вообще. Я чуть не сдохнулась. Наташка Курсунова. Счастливо. Здорово. Привет. А это кто у нас такой хорошенький, а? Понятите, какая хорошенькая. Тихо, она засыпает. Ой, прости. А дай я коляску покачу. Спасибо. Слушай, а ну, что у тебя с телефоном? Я звоню, звоню. У меня номер другой. А сообщить? Тоже мне подруга называется. Ты вообще куда пропала? Домашняя не отвечает. Я там больше не живу. Погоди, погоди. Ты что, замуж что ли вышла? За Сашу своего угадала? Да, угадала. Лиль, ты знаешь, у меня очень много дела. Слушай, а пообщаться? Мы же с тобой сто лет не виделись, а? Ну, не столько тебе надо рассказать всего. Я правда очень спешу, но я обязательно тебе перезвоню. Ну, пока. О, идея. Смотри, мы теперь вот этот абзац совершенно спокойно переставляем вот сюда. И удаляем вот этот. Это точно? Вы уверены? Точно. Я когда-нибудь давал тебе повод мне не доверять. Ну, это вопрос слишком личный. Прости. Давай. Здрасьте. Здравствуйте. Наташа, познакомься. Это Таня, моя аспирантка. Мы знакомы. Наташа как-то заходила в университет, искала вас. Вас как раз не было. Ага. Ну, неважно. Так. Аспирантка. Спи, Верочка, спи. Это нам не интересно. Значит… Если вы больше ничего не хотите, коньяк не будет. Ч-ч-ч-ч. Верочка, наверное, уже засыпает. До свиданья. Завтра всё будет сделано. Только постарайся к обеду, чтобы я к вечеру уже мог всё проверить. Как прикажешь. Держи. Всё, давай, иди уже. Мне нужно уйти на пару часов. Надеюсь, ты сейчас сможешь уделить дочери немного своего времени. Да, конечно. Наташа. Я сейчас могу дать, займа танк 가ю. Сейчас, опять, пойду. Но не нужен. Верочка-пальство. Троиа-пай. Верочка-пай. Карип! Ребята? Хотя, если ты? Верочка-пай, я уже не могу. Верочка-пай.